Отмечу, что одной из главных наград в области телевидения, премии Союза журналистов Республики, золотого микрофона удостоен в этом году корреспондент ГТРК САХА Дмитрий Макаров. Трудовые будни репортера в сюжете Виталия Абрамова. Сегодня у Дмитрия Макарова весьма ответственная съемка. Задание снять именно зимнюю подготовку к навигации якутских речников поступило из Москвы. Сюжет выйдет на федеральном уровне. И вот мы на месте. Первым делом необходимо найти и уточнить всю информацию. После этого взять интервью у нужных людей. Чаще это непосредственные участники события. Далее корреспондент может и сам поработать в кадре. Выморозчик выкидывает их не меньше ста. А чтобы выморозить целое суда, необходимо... Да, и для того, чтобы записать идеальный стендап, может потребоваться до нескольких дублей. Стендап такой статичный, когда человек стоил, рассказывает. Но гораздо интереснее смотрится, когда корреспондент двигается, что-то делает, и при этом рассказывает, что он делает, и доносит до зрителя какие-то такие вещи. Ну, как бы свои ощущения передает зрителю, чтобы тот почувствовал, насколько это действительно сложный труд. Ну, в данном случае, труд вот этих ребят, которые занимаются выморозкой флотой. Один из главных людей, участвующих в создании сюжета, это, конечно же, оператор. Именно его глазами мы видим мир, когда смотрим телевизор. Задача оператора – показать телезрителям события в самом выгодном свете. Сам я работаю на телевидении с 2004 года. Я начинал на НВК в качестве художника-постановщика. Вот. А потом со временем вот поднатаскался, поднаучился, стал оператором. Но работа на поле – это только полдела. После оцифровки и захвата отснятого материала в редакции начинается раскадровка нужных кусочков интервью и создание так называемой «рыбы» – закадрового текста, который читает корреспондент. Время уходит по-разному. Бывает, когда находит муза и пишешь прямо вот минут за 15, за 20. Бывает, конечно, приходится помочь, но тем более, когда есть и темы такие очень серьезные, в которые нужно вникнуть, потому что в любом случае любой сюжет, который выходит в эфир, его нужно обработать, его нужно, во-первых, самому понять. После спецбудки текст озвучивается. Режиссеры монтажа сопоставляют в виде со звуком. И все, сюжет готов. И в этом деле Дима действительно мастер. В якутском филиале в ГДРК он работает уже на протяжении пяти лет. И за это время проявил себя как настоящий профессионал. Его сюжеты всегда динамичны и насыщены интересными событиями. Его наставником в свое время был Владимир Ермаков. А сейчас они, по собственным признаниям, не просто коллеги, а уже друзья. Вообще телевизионный журналист – это достаточно штучный специалист. То есть это люди достаточно редкие, а хорошие корреспонденты – это действительно на вес золота. Поскольку работа очень сложная, то есть ты должен быть готов подняться в пять утра, в три часа ночи. У тебя нет выходных, ты готов к дальней дороге. Поскольку у Димы, например, у него все вот это есть. Соответственно, человек, варясь во всей этой суете, постоянно бросаясь на самые сложные темы, растет. И в этом году Дмитрий Макаров заслуженно стал лауреатом премии «Золотой микрофон» Союза журналистов Якутии. Спасибо коллективу моему, в котором я работаю, всем своим коллегам, всем своим друзьям. Потому что без них этой премии, наверное, сегодня бы не было у меня. Вот так теперь и вы знаете, как делаются новости на нашем телевидении. Только на один сюжет уходят силы целой телевизионной команды. А для вечернего эфира таких сюжетов необходимо порядка шести-семи. Виталий Абрамов, Евгений Рязанский, МВК Саха, Якутск.